С 23 августа Россия станет 156-м полноправным членом Всемирной торговой организации. Более всего от вступления в ВТО пострадает аграрный сектор и легкая промышленность. Как текстильные отрасли войти в ВТО с минимальными потерями, обсудили главные текстильщики региона. Успокаивает одно – для граждан, не занятых производством тканей, вступление страны в торговую организацию пройдет безболезненно. У вас как обывателя это точно пугать не должно, потому что, наверное, расширится ассортимент продукции в магазинах, наверное, несколько цены будут ниже. Я тоже не знаком с статистикой, что кто-то отступлению в ВТО погиб. А вот для тех, кто все-таки продолжает работать на фабриках, последствия могут быть губительны. Стоит понимать, что текстильная продукция попадает под категорию чувствительных товаров, а потому переход к единым правилам торговли составит 5-7 лет. Перспективы и новые возможности откроются не сразу. Велика вероятность того, что тысячи людей, занятые в легкой промышленности, останутся без работы. Честно говоря, меня удивляет, и не только меня, а вообще, и членов правления ассоциации, что в России текстиль и легкая промышленность не являются объектом социальной региональной политики. Что его оценивают только как бизнес. Если сегодня мы тоже будем его оценивать как бизнес, то получается, что рабочие места нам выгодно создавать в Узбекистане и Китае. Там дешевле электричество, дешевле люди. На совещании был составлен проект резолюции. Промышленники предлагают внести изменения в налоговый кодекс Российской Федерации. Текстильщики просят освободить их до 2020 года от уплаты налога на прибыль, налога на имущество вновь вводимого оборудования и тому подобное. У Федерального собрания хотят просить всевозможных субсидий из государственной казны. Главный и реальный бонус для фабрикантов пока только один. Реально то, что сохранить субсидирование процентных ставок по кредитам и на техническое переоружение, и на закупку сырья и в 2013 году. Напомню, что в последние три года постоянно эти меры поддержки из проекта федерального закона о бюджете вычеркиваются. И нам приходится предпринимать очень серьезные усилия с тем, чтобы их восстановить. Поэтому есть уверенность в том, что 2013 год для наших текстильщиков в плане субсидий будет на уровне по крайней мере 2012 года. Кроме того, согласно новому постановлению правительства, все вещевое имущество для федеральных структур должно быть пошито из текстиля отечественного производства.